Ученые ислама Атрибут бороды может быть значить очень много, потому что их шейхи говорят, это муслимин, они говорят, что это обязательно для мусульман. Есть ученые говорят, что это суна-пророк. А что такое суна-пророк? Если ты его делаешь хорошо, если ты его не делаешь, ничего страшного. Ты за это не будешь сильно наказан перед Всевышним Аллахом. Отличия между религиозными радикалами и фанатами, которые ходят в бороде, они не позволяют ее трогать. И вы видите обычно, что у них бороды очень длинные. Ученые же четырех мазхабов, в частности мы говорим о ханафийской школе ученых, они позволяют держать в чистоте бороду, позволяют сокращать бороду, резать его и ухаживать за ним. И наши ученые ханафийского мазхаба в своих книгах, в своих трудах об этом рассказали. Здесь можно еще обратить внимание на одну вещь. Это на историю нашу, историю мусульманских стран, на историю Казахстана. И вот, например, выдающиеся ученые ислама в Казахстане, мы можем говорить это о Машошу Супи, мы можем говорить о Жахмеде Сауи, мы можем говорить о том же Абай Кунанбай. И мы видим у них тоже бороды. Поэтому мы, мусульмане, должны изучать основы ислама, чтобы быть праведными людьми перед Всевышним Аллахом, а не быть из числа невежественных, но тех, которые хотят поклоняться Всевышнему Аллаху.